Скажите, пожалуйста, два года прошло с присоединения Крыма. Вы за или против его присоединения? Ну, это же было выражение на референдуме жителей Крыма. Вот. Ну и я сдавал историю. В целом, я считаю, и Крым, да и в целом к Украине отношусь как, ну, если не дружеской стране, то как минимум, ну, своей земле. Ну, а Крым, соответственно... То есть вы за? Ну, я-то ничего не могу в этом случае сказать. Это референдум был. Мне, прямо скажем, ну, приятно, что они выразили желание быть с нами. Конечно. И очень рада этому. За присоединение, да? Да, за. А зачем он нам? Вот ваше личное мнение. Ну, это совсем другой вопрос. Крым, это ж наш Крым. А то, что, как бы, ну, как сказать-то, ну, прямо уж, а зачем вы это все сейчас делаете, когда все это сделали, и мы стараемся, чтобы все было нормально. А зачем сейчас-то, вот, как бы, создавать такой, как бы, не нужно сейчас-то, мне кажется. Я понял, да... Тихо ждать. Нужно, как бы, люди в Крыму. Они же наши были и будут. И мы туда ходили, все, ездили. И были довольны. И мне кажется, тихо. Надо все это потихонечку делать, как надо. Вот и все. Прошло два года с присоединения Крыма. Вы за или против? За. За Крым. А зачем нам Крым? Крым? Крым была территорией России всегда. И пусть она и будет этой территорией России. Я так думаю. Это мое мнение. Затрудняюсь ответить, потому что я очень в этом не сведущий. А вы? Это дело людей, которые там проголосовали. Положительно. Это хорошо. Крым стал частью России и большей, могучей страны, которая поможет гражданам Крыма войти в прежнее русло жизни. Скажите, а зачем нам Крым? Потому что Крыму плохо было. Ну, Крым угнетали и людей убивали ни за что, после того, что они говорят на русском или здесь, в России, и перехали туда. Мы им помогаем. Ну да. На нас вообще это никак не отразилось, так что не против. Пусть территория России будет еще больше. Скорее за, потому что изначально Крым был наш. Нет. Все хорошо, мы не против. Мы за. А зачем нам Крым? Как это проход же к морю. Там же какие-то определенные эти, ну, станции эти морские. То есть это проход к морю хороший. Погода прошла с присоединения Крыма. Скажите, пожалуйста, вы за или против? Ну, не могу точно ответить. И не за, и не против. Без разницы. Ну, точно не могу сказать 100%, что точно за. За, конечно. А зачем нам Крым? Ну, нужен. Черное море нам надо. Обязательно. Конечно, за. А зачем нам Крым? Как зачем? Это наша родина. Мы туда ездили всю жизнь, отдыхали. За, конечно. А зачем нам Крым? Ну, он был наш. Ну, он был наш. Нашим должен нашим остаться. Мне он незачем, но он был наш. Россия положила сколько там за эти 100 лет, сколько там воин было. И почему они, почему на их не-то? Ну, так-то за. На самом деле. А с другой стороны, это зависит от того, насколько люди там хорошо живут, насколько они сами удовлетворены. То есть, как бы, если это действительно, как бы, людям принесло пользу и какое-то там благо, благосостояние и вообще спокойствие, то это хорошо, это я за. Да. Если это все, конечно, какие-то политические шахматные турниры, то тогда, конечно же, это все, блин, очень становится странным. А по-вашему, зачем России Крым? Зачем? Ну, это хорошо. Вчера в новостях сообщили, что рейтинг Путина упал на 10%. Как вы думаете, с чем это связано? Не знаю точно. Не могу сказать. А вы верите, что он упал? Нет. Не верю. Поднялся? Нет. Остался таким, как был. С чем связано падение рейтинга Путина? Я не вижу, чтобы он... Нет. Путин совершенно нормально сядет. Вчера в новостях сказали, что его рейтинг упал на 10%. Да ну, ерунда. Не упал, да? Нет. Мне кажется, что нет. Ну, во всяком случае, может, мой возраст. Учитывая мой, я считаю, что нет. Все нормально у него. Мне так кажется. Как вы... Это не бригада, а как бы, ну, есть чем надо заниматься. Медведев и вся эта компания, конечно, мне кажется, мне так кажется. Ну, что я могу? Ничего. 3000 чертей. Вы все больше интересного говорите. Я ничего вот не знаю. Мне кажется, наоборот, у него рейтинг поднялся. Я, честно говоря, очень скептически отношусь к их рейтингам. Честно говоря. Ну, не знаю. Сложно сказать. Ну, вообще, он уже давно во власти. Может быть, просто народ хочет что-то нового. Вчера в новостях сказали, что рейтинг Путина упал на 10%. С чем это может быть связано? Скорее всего, с терактами в Сирии, так как Путин туда тролляет войска и тратит на это большой бюджет. Ну, деньги большие. И людям кажется, что он тратит деньги туда, ну, слишком много. И ничего не делает с вами в России. Дороги там, коррупция и так далее. Скорее всего, из-за этого. Не верю. Не верю. Он вырос? Я не знаю, выросли. Но чтобы упал, так низко упал, он не может никак. Невозможно. Вчера в новостях сказали, что рейтинг Путина упал на 10%. Как вы думаете, с чем это связано? Может быть, надоело он уже всем. Хотя хочется чего-то нового, какой-то президент. Я вот с моего рождения, он все еще президент. Ничего не меняется. Не знаю, может, если люди думают, что если будет другой президент, что-то изменится в лучшую сторону. Ну, я думаю, что связано с тем, что у нас экономика тоже упала. Наверное, с этим. Ни с чем. Я считаю, он поднялся наоборот. Вчера в новостях сказали, что рейтинг Путина упал на 10%. Как вы считаете, с чем это связано? Да я считаю, что, может, он и не упал, этот рейтинг, а может, где-то даже поднялся. Ну, в общем, такой, ну, реальный, думающий и классный руководитель у нас. Вот и все. Ой, да много с чем. Это же обычное движение. Рейтинги, они падают, растут. Как бы, ну, это все бесконечное движение. Поэтому с чем связано, да, у каждого свои причины могут найтись. В ближайшие два года стоит ли ожидать революцию в России? Думаю, нет. Революционных настроений нет? Ну, думаю, нет. Ну, народ для этого слишком ленив, мне кажется, сейчас. Ой, да вряд ли. Нет. Думаю, что нет. А кто это будет инициировать-то? Кто? Где люди-то где? Нет. Категорически. Нет, конечно. Революционных настроений у людей нету. Даже если есть, то я думаю, что их корни пресекут, и я за то, чтобы их пресекли. Ну, революция, я думаю, вряд ли. Я думаю, но смена режима, возможно, всегда. Ну, оппозиции у нас, как таковой, нет нормальной системной. Но если появится, то вполне может быть госпереворот. Стоит ли в ближайшие два года ожидать революцию в России? Ну, больше дачи нет, мне кажется. Потому что люди сейчас, у них такая обстановка, они все злые на государство из-за всяких, ну, плохих вещей искать, кто делает. Скажите, может быть, да. В России нет. В России законы работают. Милиция, все, ФСБ, все конкретно, все контролируется. Я думаю, что нет. Не в нашей стране. Революционных настроений нет, по-вашему? Если даже они есть, я думаю, что у нас ментальность такая, что ничего не поменяется, все будет так же, как есть. То есть, ну, будем жить так, как живем. Милый Бог, зачем нам революция? Жизнь прекрасна. Революционных настроений? Нет, нет, нет. Никакой революции. В ближайшие два года стоит ли ждать революцию в России? Ну, это вот сумасшедшим стоит. Вот сумасшедшим. Нормальным людям нет. То есть, революционных настроений в обществе нет? Ну, зачем они нужны? Ну, так, у здравого общества здравая мысль должна быть. Ну, вообще, сейчас народ очень недоволен, так как цены растут, а зарплаты падают. Так что, возможно, что-то и будет.